Ребята, я вам хочу помочь принять этот мир, потому что это дает тебе в жизни легкость. Я знаю, что, ну прям я вот уверен, что каждый хочет жить легче, чем он живет сейчас. То есть хочется, чтобы жилось, ну как-то, ну легко, кайфово, классно и с радостью. Легко не в том плане, что у тебя все на халяву тебе дается, нет. А в том смысле, чтобы у тебя не было вот этого груза, какой-то вот хуйни, понимаешь? Чтобы даже если какая-то проблема, ну ты взялся за нее и решил, а не так, что опять за что мне это проклятие? Нет, как раз нет. И здесь очень важная штука, это принятие, о чем я и хочу поговорить. Это касается вообще, наверное, всех сфер жизни. И отношений, и работы, и бросить какую-то привычку вредную. Тот же алкоголь, откуда берется алкоголь? Одна из причин, потому что человек хочет облегчить себе жизнь. Он хочет поменять то, что он сейчас имеет. Почему мои желания не оправдались? Почему я до сих пор работаю на работе, на которой я не ощущаю того, чего бы я хотел ощущать? Почему моя зарплата даже на треть не соответствует какому-то моему мизерному желанию? Почему рядом со мной человек, женщина? Не как из моих мечтаний, не как из фильма. Хотя, признаться, у меня как раз как из кино. Ну ладно, всякое бывает, кому-то может повезет. Хотя нет, каждому повезет. Каждому повезет, если он это везение как-то организует в своей жизни. Кому больше везет? Тому, кто больше делает попыток для приближения этого везения. Да, и насчет алкоголя, почему мы его пьем, почему человек бухает, по ссылке в описании будет ролик. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. И вот эти неоправданные ожидания, это не то, что ты такой живешь и вот думаешь все время, вот не получилось это, вот не получилось то, вот не получилось пятое, десятое. Нет, это все не так. Не в таком виде, что вот именно все вот так вот тупо по-простому. Нет, ты сам не замечаешь того, что тебе не особо-то и хорошо. Ты просто это чувствуешь. А вопроса, почему так, его в принципе уже нету, потому что, ну, это жизнь, вот так люди живут. И вот и получается та самая неудовлетворенность того, где мы сейчас находимся. Отсутствие принятия. Принятие того, что мы имеем. Принятие ситуации, вот того момента, в котором ты сейчас есть, это очень важно. Потому что, если ты принимаешь то, что есть, то тебе становится легче жить. Причем принятие, это не значит, что ты встал на колени, подставил спину, бейте меня. Вот пусть будет, как будет, бейте меня. Я скрипя зубами, приму. Нет, это не принятие. Это как раз стойка в колено-локтевой, когда ты терпишь то, что происходит. Нет, терпение, вот это то, что ты будешь терпеть, вот это все, это страдания. Вот эти страдания, они тебя и ведут в магазин за бухлом, они тебя ведут к измене, они тебя ведут к каким-то необдуманным поступкам, потому что ты, ну, ты просто устал и тебе надоело. Естественно, возникает вопрос, а как принять? То есть, что значит, вот терпеть, понятно, стиснув зубы, ты терпишь, это нам ясно. А принять как? Я вам приведу пример, вот мне вспомнилось, то, что у меня было на стройке. Признаться, я ненавижу стройку. Я вам хочу сказать, что судьба меня не просто так, вот так вот в разные ситуации меня приводила, чтобы я что-то там познал. И вот стройка мне дала очень многое. Стройка прямо, это очень мощная штука. Я всей душой ненавидел стройку. Я ненавидел. Я считал, что на стройке работает конченое отребие. То есть, это не люди. Это прямо низшие слои какие-то. Вот я реально так думал, сейчас я так не думаю. Хотя там есть и такие, но есть и очень куча достойных людей. И меня судьба привела на стройку. И на говняную работу, которая мне просто поперек горла, мне было тяжело. Очень. И в какие-то моменты, когда я делал заказ, который мне ну просто не давался. Физически, морально. Мне эта работа не давалась. А я был один. Мне нужно было пробурить отверстие. Кто занимался алмазным бурением, вы знаете, что это за работа. И бывают моменты, бывает пробурится легко, бывает средненько, бывает так, что ты просто там уже умираешь на этой дырке, на отверстие, да, правильно, отверстие. Или там тебе нужна алмазная резка, тебе нужно проем бетонный прорезать, бензорезом. Это охрененно тяжелая работа. И вот когда у меня было такое, что у меня все, опускались руки, я все, я просто уже падал рядом на землю. Бессилие не только физического, физического это ладно, морального, что я понимал, что я не могу это сделать, я чуть не плакал. Действительно. И вот ко мне приходило в этот момент вот такое, что, как бы это сказать, озарением это не назовешь, конечно, но ко мне приходило нечто, какое-то такое ощущение, когда я вставал, я сам себе говорил, ну, надо делать. просто я либо сейчас умру здесь, то есть я отсюда не уйду, либо уйду и сделаю, либо я здесь умру. Вот я принимал такое решение. Но это так, понимаете, это какое-то такое внутреннее псевдогеройство, но это принятие, это переходило, вот сначала это типа, ааа, блядь, я сейчас это порву, эту стену, но через минуту, когда я просто понимал, что Саня, делай, просто делай и все. Если ты будешь делать, то все равно ты что-нибудь сделаешь. Если ты не будешь делать, то ты ничего не сделаешь. И я брался и делал. Я понимал, что эта работа тяжелая, я понимал, что мне сейчас хреново, но я себя внутренне настраивал так, что это хреново проходило. Я понимал, что вот сейчас я здесь и по судьбе, по жизни, мне надо это доделать. И я брался, и спокойно, у меня сердце останавливалось, ну как, пульс возвращался на место, эмоции заканчивались. Я понял, что все нормально, делай. Я начинал делать, и все получалось. Все получалось, даже я вам так скажу, быстро получалось. принятие. Сейчас зашел куда-то, где я никогда не был. Какая-то тропинка. А еще, ребята, для того, чтобы легче было принять ситуацию, а ситуацию надо принимать легко. Нужно понять, что то, где ты сейчас оказался, то место, где ты сейчас оказался, то рабочее место, то место по жизни, где ты сейчас есть, и твое семейное положение, несемейное, ну то есть, вообще по жизни, где ты сейчас находишься, это твой личный выбор. Ты здесь оказался, потому что ты принял решение быть здесь. И тот человек, который все валит на какие-то жизненные обстоятельства, вот тут он не прав. Потому что, какие бы ни были жизненные обстоятельства, выкарабкаться можно там чуть ли не из любой ситуации. Конечно, если у тебя там как-то отрезали ноги, почему-то там, это вот, да, это, наверное, сложная ситуация. Но много ли сейчас таких людей смотрит это видео? Большая часть людей с обычной ситуацией, с очень обычной. Так, а куда это я пришел? Водоем? Водоем? Реально водоемчик. Но это не тот водоем, что нас интересует. Там утки, кстати. То есть, если ты просто недоволен тем, что ты сейчас имеешь, то ты, человечек мой родной, грешишь. То, где ты сейчас оказался, это именно твой выбор. И если ты его не принимаешь, то ты не принимаешь саму жизнь, ты не принимаешь себя. И вот он, дискомфорт. А дискомфорт, это прямой путь к тупым мыслям, к плохой жизни, потому что, ну, ты недоволен тем, что ты имеешь, ты страдаешь. Прямой путь в магазин, за бухлом, за наркотой, за чем угодно, курение полторы пачки в день и так далее. Из-за непринятия ситуации. Научись принимать ситуацию. Я сейчас попробую тебе объяснить, как это можно сделать. Сейчас я тебе скажу слова, которые неплохо бы запомнить на всю жизнь, потому что, я уверен, они тебе помогут насчет принятия ситуации. Этот момент, в котором ты сейчас находишься, где бы ты ни был, на рабочем месте, дома, в обнимку со своей бабой там или с кем-то, не важно где, на прогулке с друзьями, просто во время каких-то своих дел ты едешь куда-то или еще что-то. То есть, неважно, где бы ты ни находился, вот именно этот момент, это самый лучший момент в твоей жизни. Запомни, момент сейчас, это самый лучший момент в твоей жизни. И ты скажешь, подожди, что это за фигня? У меня неделю назад была такая крутая тусовка, там мы так время провели, там так было лучше, чем сейчас. Или там, тогда-то вот у меня пару лет назад был отпуск где-то на островах с любимой подругой, там. Это было так круто. Сейчас я вынужден делать то, что я не хочу делать, или там сейчас ничего не происходит. Важного, хорошего для меня это полная фигня. как этот момент может быть для меня лучше. Строечка, строечка. Вот так вот мы проводим время. По-моему, неплохой райончик намечается. Мне так кажется. Невысокие дома, мне это очень нравится. И вот это вот. На той стороне похуже. Там большие дома, и это уже такое. Дело в том, что кроме того момента, в котором ты сейчас находишься, у тебя ничего нет. Прошлого нет. И его не вернуть. Ну, понятно, что можно поехать в то место, где ты был, что можно попробовать там пообщаться с теми, с кем ты общался когда-то, когда тебе было круто. Да, но этого сейчас нету. А сейчас у тебя есть только то, что есть сейчас. А будущего тоже нет. И непонятно, будет ли оно, и если будет, то какое. У тебя есть только сейчас в реальной жизни. Только сейчас. Поэтому у тебя нет выбора. У тебя реально вот сейчас нету выбора в том плане, что у тебя нету ни прошлого, ни будущего, а есть сейчас. И только в нем ты можешь быть счастлив. И наслаждаться жизнью. И принять, если ты это не примешь, значит, ты не принимаешь вообще ничего. Неужели ты можешь себе сказать, нет, я не принимаю то, что у меня есть. Я не принимаю свою жизнь. мне тут плохо. Мне вообще, у меня все плохо. Нет, ты это можешь сделать, но тогда что с тобой будет? Ты будешь страдать? Но когда ты примешь то, что у тебя есть, примешь это как то, что тебе вот сейчас, ты сам к этому пришел, и то, что тебе дано сейчас по судьбе, это то, что тебе сейчас надо. Ты находишься в лучшем моменте своей жизни. И это классно. И сразу же жизнь меняется. Сразу такой, блин, правда. А что плохого, если я сам вот сюда пришел, сам здесь оказался, вот здесь нахожусь, я еще должен быть недоволен тем, что я сам же создал? Как-то странно получается. Да? Поэтому только то, что у тебя есть сейчас, это и есть то самое классное, что у тебя есть. Ты скажешь, блин, ну я не хочу, я не хочу здесь быть, я хочу быть в другом месте. Пожалуйста. Это не противоречит одно другому. Но то, что у тебя есть сейчас, ты не можешь взять и по щелчку пальцев это изменить. Изменить можно. Ты, конечно, можешь оказаться в более комфортном для себя месте. найти для себя что-то лучшее, чем ты имеешь сейчас. Пожалуйста, жизнь в твоих руках занимайся. Но то, что у тебя есть сейчас, это единственное, что у тебя есть. От этого уже не уйти. Поэтому, ребята, принимайте эту жизнь. Принимайте. И когда ты ей недоволен, недоволен тем, что имеешь, вот тут твои страдания и происходят. И вот тут ты бежишь в магазин, плачешься, думаешь о чем-то негативном и страдаешь по сути. Я думаю, это понятно, это не сложно. Принимайте. Принимайте все, что есть. Также бывают ситуации, которые сложно принять. Ну, типа, проблемные какие-то отношения. Ух ты, рыбу вытащил. Нихера себе. Причем большую. Опа, поймал. Нихуя себе. Реально, рыба-то большая. Круто. Поздравляю! Крутая рыба-то какая! Взял, вытащил. Вот еще от меня, вот такого, наверное, как бутылка. Молодец, мужик. Бывают ситуации, конечно, когда тебе могут просто испортить жизнь плохим отношением к тебе. Там, как-то может оскорбить или, знаешь, ну, не то, что оскорбляют, не сказать, чтобы часто, да, но какое-то пренебрежительное отношение, высокомерное отношение. Ты можешь вот это обнаружить в свой адрес. Да, такое тоже может быть. Ты и это принимай. И понимаешь, что человек, который вот так вот по отношению к тебе поступает, это не твои проблемы вообще. Это его проблемы. И ты это принимай. В том плане, что не надо хавать чужое дерьмо, а отношение к этому такое, что если человек себя так высокомерно ведет, это вот он от этого же и страдает. Тебе-то зачем? Это же его жизнь, его проблемы. А то, что он к тебе так отнесся, тут уже твое дело обижаться на это или нет. Так это можешь отнестись, знаешь, как вот ребенок, когда плачет. В принципе, да, это может бесить, потому что это действует на нервы, но ты же не подойдешь к нему и скажешь, заткнись, мразь. Если ребенку годик там что-то такое, да, он еще больше испугается и больше будет плакать. Ну, вот так вот бывает. Принятие. Принятие это ключ к охрененной жизни. Ну, что, я надеюсь, ролик понравился. Если понравился, обязательно ткни лайкос, подпишись на канал, потому что здесь очень полезный контент. И чем больше людей будет здесь, вот таких, которые стремятся идти в развитие, тем нам всем будет лучше. Поэтому, ребята, подписывайтесь. Если хотите меня поддержать, включите этот ролик еще раз на просмотр. На телефоне включил, громкость это убавил, положил, пускай пройдет, пускай ролик наберет просмотры. Если есть что сказать по этому поводу вообще, по поводу принятия отношения к жизни, конечно же, пиши в комментариях. Если нужна какая-то связь со мной, хочешь пообщаться, то все необходимые ссылочки в описании. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok